так у нас следующие три работы можно объединить в один цикл давайте запустим сервер этот цикл построение окружения ламп linux apache mysql и php linux у нас уже есть следующие две работы будут посвящены apache первая работа простейшее конфигурирование apache вторая работа расширенная более сложные вопросы конфигурирования apache и подключение php и третья работа это будет установка и настройка и работа с mysql таким образом в результате трех этих работ вы будете знать как поднимать окружение ламп чтобы какие-нибудь сервера приложения использовать и так на сервер поднялся заходим значит сначала мы должны установить нужное программное решение а потом сконфигурить его можно просто установить так как в центус называется и в ратхэке apache она мы установим не просто отдельный пакет а группу пакетов так вот терминал профиль переключил сюда минус ай здесь мц запустим сюда минус ай это у нас рабочая консоль будет здесь мы разные журналы будем смотреть итак давайте посмотрим какие у нас есть группы группы тут на русском поскольку локаль русская но для установки в скриптах лучше использовать локаль по умолчанию контрол а в начало ланг равно си basic веб-сервер вот давайте мы его установим на русском поскольку локаль по умолчанию и 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 дополнительные полезные вещи но в частности крипто утилиты и и мод SSL и hypdptools это все полезные утилиты для консигулирования апачи это все вот у нас пошла установка вот это все это чтобы хтпс работал fcgi это fastcgi-demon дело в том что сторонние программы как вы помните у нас вызываются с помощью cgi-интерфейса fastcgi он не закрывает сессию после каждой запуска программы поддерживает ее то есть не тратится время на дополнительный запуск программы каждый раз при узее через fastcgi можно запускать то практически все скрипты у apache есть для разных языков внутренние модули например для php поэтому обычно для работы с php используют macphp так вот остановочка идет и сейчас мы посмотрим конфигурационные файлы в 20 раз заходим вот значит тут у нас ну вот это у нас для совместимости к логам ведет это ран файлом это модули какие у нас это вот то что у нас виде внутренних модулей а патчи может запускаться ведь большой объем разных модулей итак у нас основной конфиг вот этот давайте посмотрим как он выглядит ну вот этот основной файл основной путь там как видите символические ссылки есть и так далее слушается по умолчанию 80 порт с любого адреса можно задать жесткость какого адреса слушается работает под юзерами под группой apache это почта администратора серверный первоначально тут в этом файле задавалась теперь лучше задавать в других местах значит тут обязательно задается если в днс мы не прописаны это для каталога рута полномочия по умолчанию можно переопределить документ рута здесь у нас находится по умолчанию основные файлы с которыми работаем полномочия на каталог варвар в полномочия на каталог варвар в хтмл значит все и нас интересует тут в конце вот мы загружаем из конв д дополнительной конфигурации то есть у нас модульный получается файл не все в одном файле а раскидываем по модулю тут разные конфиги значит вот тут у нас то что если мы слышь мануал сделаем перейдем на мануал и так далее то есть как видим все очень просто и вообще по умолчанию у нас уже все сконфигурина что нам нужно сделать для начала давайте мы откроем файрвол файрвол кмд лист так это сервисы которые у нас разрешены нам нужно хтп добавить смотрим как он называется get services это у нас хтп и хтп поверх если или сейчас уже если солны говорят поверх тлс транспорт ларси тюрьки но на это лабораторный нам достаточно простого хтп мы его и откроем фаргу это сервис от это п это перманент ну вот у нас порт открыт и теперь систему контру статус статус хтп вообще конечно нужно дописывать сервис но это необязательно я его не дописываю видите он отключен статус по молчанию отключен мы его и инактивный не активный мы его за и наявлен стартуем стартуем вот у нас запустился у нас есть тл минус ф фар лог фар лог фар лог пока никакого доступа нету давайте мы клиента запустим в форму тут есть доступ к разным страницам будет писаться откуда когда какие страницы какой ответ получили удобно потом для анализа и для управления. Сейчас запустится и попытаемся подсоединиться и проверить, действительно все работает. Давайте зайдем 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 и запустим и и запустим запустим и Фокус. Акцесс-лог у нас пока пустой, а мы по умолчанию тут делаем один веб-сервер на одном хосту, то есть как бы у нас доступ идет по IP-адресу. Сейчас мы это увидим, что он просто по IP-адресу будет... ...получать. Следующий шаг, который мы сделаем, это конфигурирование виртуальных хостов. Итак, вот у нас сервер. Юзернет. Вот заглушка у нас. И, в принципе, мы можем заполнить тут... В общем, задать... Вот так вот, пожалуйста, то же самое будем получать. То есть это старый доступ по IP-адресу или по DNS-имени. Но в HTTP-1.1 появился доступ по доменному имени. То есть если у нас на один хост повешен на один адрес несколько доменных имен, то он смотрит и за доменное имя и по нему уже выбирает, какой сайт показывать. Ну, это очень удобно. Мы можем повесить на один хост сразу несколько веб-серверов. Это так называемый виртуал хостинг. Вот у нас доступ, как вы видите, показало, что у нас он скачал. Виртуальный хостинг делается очень просто. Давайте мы сначала сделаем кроме имени сервер еще одно имя. То есть это вводит queue вв. У expectation. ov overnight. Мастер. Python. Ethernet. Вот у нас клиент. DACP поставил. f5. 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 Это будет у нас shield. В Coconut. Вphabet. Конечно нужно в начале было, поскольку у нас динамическое содержимое, лучше мы в начале его погасим. Чтобы он сбросил все. Для того, чтобы оповести другие доменные имена сервера, что у нас изменился файл, нужно поменять серийный номер. При этом у нас нужно удалить файл журнала, поскольку в нем прописан тот же самый серийный номер, который был. В результате возникнут проблемы запуска, удалили файл журнала, и точно так же тут добавили. Как видите, нету в этих строчках ничего, это значит, что повторяется номер, который перед этим. то есть все это единица. А мы тут явно это укажем F5, назовем это LVV. файл журнала. Так, поменяем серийный номер и удалим журнал. И теперь мы сделаем два виртуальных хоста отдельные. Значит, виртуальный хост VLV и виртуальный хост VLV. сервер. У меня заготовлены уже файлы, чтобы не набирать, не их скопируем. Давайте посмотрим содержание. Очень простое. Мы задаем что-то виртуальный хост у нас. Администратор. Документ рута там, где находятся файлы. Имя сервера, как к нему надо обращаться. И лог файлы. И аналогично у нас файл сервер. Обязательно расширение .conf, иначе он не запустит. Вот. И, собственно, содержимое этих серверов. Вот оно. CD. War. Ctrl S. VLV. HTML. Вот они. Эти два сервера. Так, давайте мы скопируем. И я приготовил два корневых, две корневых папки для сервера и для VVV. Скопируем их. Что в них находится? В них находится, собственно, один файл. Индекс.html. А тут написано. Welcome to the usernet server. А тут Welcome to the usernet server. А тут Welcome to the usernet server. То есть все достаточно просто. Давайте мы перемещены. Давайте мы перемещены. Стивим. Минус R. Apache. Apache. War. ВВВ. И restore. Кон. Минус. В. 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 Это мы. Selenux. Label. Переправляем. Ну вот. Собственно, теперь можно перезапустить. System control. Restart. Httpd. Давайте клиент посмотрим. ватт. ax8. Раз interpreтаем. Наберем. В. ВВ. Wang. А G 함께 맞 옵ект. видишь. И видим welcome to the ww.usernet server. И берем сервер. Наберем сервер. Pokeom. На G foot. cousин систем. U. Cloud. Кsycar. и увидим Welcome to the server, Zenet Server ну вот мы настроили Apache и на нём подняли виртуальные сервера то есть на одной машине может быть несколько серверов ну а теперь вы конечно всё это скопируете в файл Provision что мы скопируем? мы скопируем вот во-первых вы создадите файл HTTP где вы выполните все нужные процедуры которые вы делали тут мы у нас вот два конфиг файла которые нам нужны остальные не меняются и файлы вот собственно в которые описывают наши веб-серверы собственно их содержание ну и кроме того вот в каталог DNS обновите файлы зон потому что вы добавили сейчас новое доменное имя www и всё при помощи веб-сервере там веб-серверо